Привет! Меня зовут Екатерина Луковникова. Я ветеринарный врач-невролог в клинике доктора Сотникова. Сегодня мы поговорим о неврологическом осмотре животных. Какие мы цели преследуем при проведении неврологического осмотра? В первую очередь нам конечно же нужно убедиться, что у животного действительно есть неврологический дефицит. Также мы определяем локализацию поражения в центральной нервной системе, либо это периферическая нервная система. Мы определяем тяжесть симптомов, а также нужна ли экстренная помощь прямо сейчас. Неврологический осмотр включает в себя несколько этапов. Один из важных этапов это наблюдение. Ни в коем случае им не пренебрегайте. Во время сбора анамнеза, пока вы общаетесь с владельцем, необходимо дать возможность животному походить по кабинету, либо по какой-то открытой территории. Также возможно, если это позволяют симптомы животного, спуститься, подняться с ним по лестнице, либо походить спокойным шагом, либо более быстрым. Сделать видеозапись походки, если есть сомнения, например, на какую лапу хромает питомец, чтобы потом в замедленной съемке посмотреть. Во время наблюдения мы оцениваем походку, позу, положение тела в пространстве и реакции на внешние раздражители. Давайте посмотрим видеозапись. Это пожилой метис обратился в клинику с наклоном головы и с горизонтальным нестагмом. То есть уже просто посмотрев на пациента, мы можем предположить, что у этого животного есть проблема с вестибулярным аппаратом. Еще один пациент – это Эрдель Триер. Давайте посмотрим, как он передвигается. Видим, что есть такая семенящая походка тазовыми конечностями и кифоз в области поясницы, то есть сгорбленная спина. Это может указывать на симптомы боли в родопоясничном отделе позвоночника. Еще один пациент – это пожилой Тойтерьер. И он начал ходить по кругу. При этом мы видим, что он натыкается на предметы, то есть у пациента есть центральная слепота. На момент приема может и не быть неврологического дефицита. Поэтому важно сказать владельцам о необходимости делать видеозапись симптомов. Симптомы могут быть периодическими, например, те же самые эпилептические приступы. Поэтому важно отключить эмоции, включить телефон, сделать видео и показать ветеринарному врачу. Следующий этап – это оценка уровня сознания и ментального статуса. Сознательность является важной функцией коры больших полушарий и ствола головного мозга. Распространенной причиной изменения сознания является нарушение проводящих путей между ретикулярной формацией и корой больших полушарий. Уровень сознания мы оцениваем по таким пунктам, как норма, оглушение, ступор или кома. Пациент в норме будет нормально реагировать на внешние раздражители, участвовать как-то в осмотре, реагировать на владельца, на кличку, на ветеринарного врача. Пациент в оглушении будет немного сонливым или вялым. Пациент в ступоре. Он может спать прямо на приеме, но при этом его можно будет разбудить с помощью внешних раздражителей, в том числе болевых. Пациент в коме спит, не просыпается, не реагирует на болевые раздражители. Оценка ментального статуса. Здесь пункты, по которым мы можем оценить ментальный статус, более обширный. Это может быть норма, апатия, вялость, дезориентация, агрессия, испуг и так далее. Однако тут важно учитывать тот факт, что тот или иной компонент может быть нормальным для поведения данного животного в данной конкретной ситуации. Большинство животных могут быть испуганы в непривычной обстановке, то есть в ветеринарной клинике. Поэтому важно учитывать то, что говорит владелец. Если он говорит, что это состояние для него нормальное, он всегда боится в ветеринарной клинике. Но если вдруг у животного появились какие-то изменения, в частности, он начал агрессировать по отношению к владельцу и такого не было никогда, то, возможно, это является каким-то симптомом. Либо, например, пациент стал очень вялым, апатичным, много спать, прятаться в темные углы, то это тоже может быть симптомом поражения нервной системы в том числе. Это сиамский кот, он пожилой, ему 18 лет. И владельцы говорят о том, что изменилось поведение. Он стал очень апатичным, очень сонливым. Для него это абсолютно ненормально. То есть куда кота положили, так он и сидит, в какой позе, собственно, и поставили. Такое состояние – это либо выраженное оглушение вплоть до ступора, это явно апатичность, это вялость. В дальнейшем у животного выявили объемное образование, новообразование головного мозга. Собственно, вы спрашиваете владельца, были ли какие-то изменения в поведении. Был злым, а стал добрым или ласковым, либо наоборот. То есть это может быть клиническим симптомом. Пастуральные реакции – это такая совокупность рефлексов и реакций, обеспечивающих сохранение определенного нормального положения тела или его части в пространстве. Обычно достаточно проверки удержания равновесия на одной конечности и проприоцептивного исправления положения конечности. Для исследования спинномозговых рефлексов у животных достаточно проверки коленного рефлекса, рефлекса лучевого разгибателя запястья и сгибательного рефлекса. Другие рефлексы тоже можно проверить, но в большинстве случаев их сложно вызвать и сложно интерпретировать. Давайте посмотрим видеозапись. Это оценка проприоцепции у шпица. С правой стороны все нормально, с левой стороны, приведя конечность в ненормальное положение на дарсальную поверхность, животное самопроизвольно не исправляет это положение. Спинномозговые рефлексы. Проверяем коленный рефлекс. Сегменты спинного мозга, отвечающие за контроль коленного рефлекса, расположены в сегментах L4-L6. Для проверки коленного рефлекса молоточком мы ударяем по связке надколенника. И нормальной реакцией будет разгибание конечности. Рефлекс лучевого разгибателя запястья. Сегменты спинного мозга C7-T1. С помощью молоточка, либо какого-то иного инструмента, мы ударяем по лучевому разгибателю запястья дистальнее локтя. Нормальной реакцией будет разгибание запястья. Сгибательный рефлекс. Для тазовой конечности сегменты спинного мозга L6-S1. Для грудной конечности C6-T2. Животное лежит на боку. Вы с помощью легкого нажатия за пальчики пытаетесь подтягивать на себя конечность. И нормальной реакцией будет отдергивание этой конечности и сгибание во всех суставах. Еще скажу, что важно пользоваться одним и тем же инструментом при проверке рефлексов. То есть если вы используете молоточек, то используйте этот молоточек для проверки всех животных. Для того, чтобы было постоянство. То есть чтобы не было такого, что сегодня вы работаете с помощью молоточка, завтра с помощью ножниц, послезавтра с помощью зажима. Но так будет не сильно корректно. Рефлекс подкожной мышцы или паникулюс. При его проверке чувствительная информация от кожи поступает в спиной мозг, в плечевое сплетение и латеральный грудной нерв. Давайте посмотрим, как это вызывается у таксы. С помощью зажимчика вы делаете легкие пощипывания вдоль позвоночника. И нормальной реакцией будет сокращение подкожной мышцы. Также вы можете обратить внимание на то, что у животного может быть стерта шерсть и кожа на дорсальной поверхности лап. Это может говорить о том, что есть такое хроническое шарканье, шаркающая походка. Это может быть связано с проприоцептивным дефицитом. Переходим дальше к оценке черепных нервов. Всего 12 пар черепных нервов. Осматривая голову, врач отмечает симметрию морды. За это отвечает тройничный и лицевой нерв. А также положение глазных яблок. Это глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы. У животного может быть стробизм. Стробизм бывает вентролатеральный, например, как представлено у французского бульдога. Либо может быть такой сходящийся, то есть медиальный стробизм, как представлено у котика. Это как раз-таки говорит о нарушении нервов. Это глазодвигательный, отводящий или блоковый. Затем мы производим угрожающее движение рукой по направлению к глазу. За это у нас отвечают зрительные и лицевые нервы. Называется рефлекс угрозы. Это рефлекс приобретенный, поэтому он может в норме отсутствовать у маленьких щенков и котят. У данного йоркширского терьера этот рефлекс отсутствует. Это связано с поражением головного мозга. У него есть энцефалит. Для того, чтобы проверить более качественный рефлекс угрозы, можно еще прикрыть глаз непроверяемой рукой. А второй рукой свободно уже производить угрожающее движение рукой по направлению к глазу. Прикасаясь к внешним и внутренним уголкам глаза, мы вызываем моргание. За это у нас ответственны тройничный и лицевой нервы. Называется полипембральный рефлекс. Проверяем у французского бульдога. Моргает рефлекс в норме. Далее поворачиваем голову пациента из стороны в сторону, отмечая согласованность движения глазных яблок. Проверяем реакцию на свет каждого зрачка с помощью фонарика. Посмотрим данного пациента. Это молодой щенок. У него есть какое-то структурное поражение мозжечка. И мы видим вертикальный нестагм, который всегда указывает на центральный вестибулярный синдром. Также нестагм бывает горизонтальный, когда движение глазных яблок направлено горизонтально. Вертикальный, собственно, как у этого щенка. И бывает ротационный. Это движение глазных яблок по кругу. Затем производим легкие щипки, прикосновения в области носа, нижней челюсти. Для проверки чувствительности морды и поведенческих реакций. Это также тройничные лицевые нервы. Пальпируем височные и жевательные мышцы. Открываем пасть, чтобы проверить тонус челюсти. За это у нас отвечает тройничный нерв. У данного пациента, представлено на слайде, есть атрофея височной мускулатуры с левой стороны. Видим такое впадение в области виска. Это не связано с какой-то костной патологией, что может вдруг подумать владелец животного. А именно связано с нарушением функции тройничного нерва. На МРТ у данного пациента выявлено новообразование тройничного нерва. Также при открытой пасте, во время осмотра слизистой оболочки, обращаем внимание на симметрию глотки, гортани, симметрию движений языка. А во время пальпации в дальнейшем туловище необходимо проверить, нет ли атрофии трапециевидной и плечо-головной мышц. Боль проверяем в последнюю очередь. Так как подозрительные области могут вызывать беспокойство и стресс у животного, если смотреть на раннем этапе обследования. Проверять глубокую болевую чувствительность нужно только в том случае, если животное не ходит. То есть нет реакции на поверхностные раздражители и отсутствует двигательная активность. Давайте посмотрим на видеозаписи, у какого из пациентов мы будем проверять глубокую болевую чувствительность. У этого МОПСа или у этого Бультерьера? Думаю, вероятно, у МОПСа, потому что отсутствует двигательная активность по тазовым конечностям. У пациента неамбулаторный парапаралич. А Бультерьер же есть двигательная активность, он активен. Поэтому у данного пациента глубокую болевую чувствительность проверять не имеет смысла. На этом наша лекция закончена. Я надеюсь, вы получили полезную информацию. Подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм. Там также много полезной информации по неврологии. Продолжение следует...